Дело обеспечения правопорядка на улицах и в общественных местах одно из самых почетных и вместе с тем по-настоящему сложных. Этим занимается патрульно-постовая служба. Об особенностях несения службы в летний период поговорим сегодня с заместителем начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского облсполкома Юрием Радченко. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как выглядит статистика правонарушений за истекший период текущего года? За отчетный период 2022 года отмечается снижение преступлений по всем линиям служб на 6,3%. По линии уголовного розыска на 0,3%. В свою очередь раскрываемость преступлений увеличилась на 2,8%. Несмотря на общее снижение, в некоторых районах отмечается рост отдельных видов преступлений. Так, увеличились кражи на территории центрального железнодорожного района, но в свою очередь хулиганство увеличилось на территории Добружского района. Началось лето, купальный сезон, на улице замечательная погода и, соответственно, людей, отдыхающих, стало больше. Расскажите, как это повлияло на работу правоохранителей? Да, действительно, погода наладилась и ежедневно мы проводим рейдовые мероприятия в местах массового отдыха, где выставляем на территории области порядка 170 человек ежесуточно. Проводим рейдовые мероприятия в стихийных местах. На территории области имеется 61 стихийное место. Решениями райисполкомов и местными исполнительными органами власти определено 58 мест массового отдыха, 53 которых у воды. Хотелось бы обратиться к гражданам и напомнить, что купание в запрещенных местах влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 24.42 Кодекса об административных правонарушениях, за которую предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до трех базовых величин. Также хотелось бы напомнить статистику прошлого года, где на территории области утонуло 26 граждан. 25 из них в местах, не предназначенных для купания. Печальную статистику пополнило 6 утонувших, 6 несовершеннолетних. Юрий Александрович, расскажите, какая ответственность предусмотрена за нахождение в нетрезвом виде в месте общественного пользования? Хотелось бы отметить, что в текущем году выявлено 6953 административных правонарушения за распитие или появление в общественном месте состояния алкогольного опьянения, что больше, чем в прошлом году на 1150. По статье 19.3 предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, если человек распивает в общественном месте алкогольные, слабоалкогольные напитки, либо пиво, либо появился в общественном месте состояние алкогольного опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность в виде штрафа, если это впервые совершено в течение года, от двух до восьми базовых величин. В свою очередь, если он совершил данные административного правонарушения повторно, то здесь он может быть подвергнут штрафу от двух до пятнадцати базовых величин, либо к общественным работам, либо к административному аресту. Давайте поговорим о таком направлении, как дружинники. Насколько развито в нашем регионе это движение? На территории области функционируют 964 добровольные дружины, в которых состоят 5880 добровольных дружинников. Данное направление очень развито, по нему даже можно было судить. Проводили мы акцию «Трезвый двор» 13 мая на территории города Гомеля. Привлекалось в каждом районе от 80 до 100 добровольных дружинников. За время несения службы дружинниками было сообщено 37 фактов о распитии алкогольных напитков в общественном месте, в дежурной части. Несомненно, дружинники вносят большой вклад в охрану общественного порядка. Юрий Александрович, расскажите, распространена ли сейчас практика дежурства патрульных нарядов в гражданской одежде? Да, мы практиковали и в прошлом году несение службы нарядов милиции, в составе которого входил сотрудник патрульно-постовой службы в гражданской одежде. В этом году в качестве эксперимента мы пошли дальше и уже в местах массоотдыха несет службу сотрудник патрульно-постовой службы на велосипеде в гражданской одежде. Он ничем не отличается от других велолюбителей. По функциональным своим обязанностям он может обеспечить охрану общественного порядка в большем количестве мест массоотдыха. Велосипед более мобилен, также он заезжает в дворовые территории. В случае выявления административного правонарушения он сообщает об этом наряду милиции. Если есть острая необходимость, то он принимает меры реагирования самостоятельно. Расскажите, какие правонарушения сейчас наиболее распространены среди несовершеннолетних? Среди несовершеннолетних в текущем году распространено хищение имущества. 70% правонарушений, совершаемые несовершеннолетними, это кражи. В тренде также в этом году киберпреступления. Если касаться административных правонарушений, то это 19-3 появления либо распития алкогольных напитков в общественном месте. Юрий Александрович, благодарю за конструктивный разговор. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова